Всем приветик, ребят! С вами я, Диана, и у меня для вас появились классные новости на тему нашего нового обновления в Adopt.me. Но перед началом этого видео обязательно подпишись на мой канал, поставь лайк, напиши любой комментарий, также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать мои новые интересные видосики. Star Pets — это лучший маркетплейс по Роблоксу, где вы можете не только покупать и продавать своих питомцев, а также покупать робуксы по очень выгодным ценам. Пополнение и вывод доступны для жителей всех стран самыми разными методами в разных валютах. Приходи на сайт starpets.gg и на их социальные сети по моим ссылкам в закрепленном комментарии. Хочешь получить классных питомцев в Adopt.me абсолютно бесплатно? Я в каждом видео для своих подписчиков разыгрываю флайера и черепаху. Условия простые — это просто подписка на мой канал, нажать на колокольчик, посмотреть это видео до конца, поставить лайк и в комментариях написать, что вы участвуете, и написать вот такой вот хэштег. Результаты конкурса подведутся в следующем видео, а вот победители с прошлого. Также, если хочешь получать не только питомцев, но и робуксы, то заходи в мой телеграм-канал. Там каждый день проходят конкурсы на пэтов и на робуксы. Ссылка находится в описании и закрепленном комментарии. Итак, ребята, во-первых, у меня появилась не только информация про одно обновление, а про много обновлений сразу. Поэтому я вам в этом видео всё расскажу, я надеюсь, вам будет интересно. Во-первых, что хочу сказать. Видео у меня не было почти неделю, это очень плохо. Мне нужно снимать видео, я надеюсь, вы будете ставить на них лайки. И хотела бы у вас спросить, как у вас прошла первая неделя в школе, ну или там в колледже, где вы учите. Короче, пишите в комментариях, стали ли вы уже учиться. Поэтому, ребята, конечно же, хотелось бы продлить лето. Но всё-таки как-то так всё произошло. Очень быстрое лето закончилось. Началась учёба, надеюсь, вы посмотрите это видео. У вас есть хоть немного времени поиграть в Адовки, в Роблокс и так далее. Ну и что у нас по обновлению? Вообще, я хочу сказать, что уже через 4 дня у нас заканчивается. Я надеюсь, вот это галактический ивент, потому что, честно, он мне надоел. Ну реально, уже целый месяц, да, или больше. Ну, скорее всего, как-то так. Вот, он уже длится очень долго, и мне он уже надоел, честно говоря. Поэтому, ребята, мы будем ждать новое обновление. Сейчас вы на этой неделе сможете себе получить вот такую вот бабочку прекрасную, где она вот. Вот такая вот обалденная бабочка, она просто очень красивенькая. И смотрите, вот такой вот получается скейтборд. Все, заканчивается обновление через 4 дня, и близится нам новое обновление на место этого вот обновления. И, ребята, я вам про него рассказывала еще очень давно, скорее всего, даже в начале лета. Разработчики, как бы, выпускают такое обновление уже осенью, должны были выпустить летом. Но, ребята, давайте мы с вами пойдем в YouTube-канал наших разработчиков и посмотрим видосик, что они нам там показали. Какое обновление у нас будет? Я уже нахожусь на YouTube-канале разработчиков. Тут мы видим информацию про бабочку, про галактических питомцев, но нам это не нужно. Они мне уже просто надоели, и я жду что-то новенькое и интересное. И, и, ребята, заходим в шорт и посмотрим новые видосики. Просто посмотрите, что это такое. Во-первых, смотрите, тут просто написано, получается, волна какая-то, да, снизу нарисованный, и ангелочек, да, ребенок. А что это может значить? Вообще, я сначала подумала, возможно, это связано что-то с новым яйцом. Ну, типа, будет какое-то водяное лицо, связанное с водой. Но тут, видите, ангелочек, море. Я не знаю, что это такое, ребят. Либо это какой-то питомчик, либо что-то такое полностью. Оно не показано. Куча у меня мыслей в голове, но я не знаю, что это такое. Давайте почитаем комментарии. Возможно, тут можно, нет, перевести нельзя. Но, ребят, в комментариях нет ни русских, никого. Давайте вот сюда заходить, обсуждать будем, как бы, что выйдет у нас в обновлении. Морской ангел пишет. Ну, короче, я не знаю, ребят, что это за морской ангел, что это такое. Тоже пишите ваши догадки в комментариях. Будет интересно все это почитать. Давайте смотреть следующее видео. Дальше идет вот такое вот видео. Смотрите, ребят, какие-то новые монеты, новая валюта будет в этом обновлении. Все такое морское, в кораллах, в пузырях. Короче, что-то классное. Смотрите. Смотрите, это как раз-таки место, где у нас красный мост, где стоит обновление галактическое. И у нас, видимо, тут вот так вот вырастет такие горы, пальмы, камни всякие. Короче, куча интересного. Я уже не представляю, что там будет за классное обновление. Вот такая лодка стоит. Также, видите, какие-то эти будут. Ну, короче, крабики. Вот, видите, там даже дальше можно кто-то посмотреть. Видите, это как будто бы вода. Это в воде. Я думаю, половина адоптами затопит немножко. Либо это, видите, тут вода снизу. А это какой-то, не знаю, как идет, как называется. Это тот корабль, где у нас магазин с одеждой для питомцев. А вот, получается, рядом где галактические вебы, за место него будет стоять вот это вот обновление с какими-то вот коральчиками, водоросли. Короче, что-то классное будет, какие-то мини-игры. И уже интересно, какие там питомцы будут. Просто интересно. Кстати, мы сейчас пойдем в секретную, так скажем, комнату у нас в магазине игрушек. И, возможно, там есть какая-то подсказка на это обновление. Они там ничего не показали. Мне уже очень интересно. Я вся в догадке. Я, возможно, думаю, что уже есть подсказка на новое яйцо. И обычно подсказки на новые яйца. Я думаю, вы знаете, где они находятся. Находятся они вот тут в магазине, где подарок, где игрушки у нас продаются. Там у нас обычно показывают нам подсказки на новые обновления. И давайте туда полетим. И просто я в надежде, что там реально что-то будет интересное. Так, либо там еще ничего не поменялось. И... Нет, ребят, тут стоит до сих пор у нас это, получается, обновление с садовым яйцом. Но я уже просто в предвкушении, когда же уже у нас что-то классное выйдет. Ребят, давайте выходим из этого магазина. Поэтому обновление с морскими питомцами выйдет уже, скорее всего, на следующей неделе. Потому что разработчики все начали показывать. Галактические у нас заканчиваются через 4 дня. Так что уже, в принципе, нужно готовиться к нашему обновлению. И давайте посмотрим на погоду. Я хочу вам рассказать еще про хэллоуинское обновление. Рассказать примерную дату этого обновления. Потому что тут уже сразу все будет сказано и написано. Смотрите. Вообще тут у нас осень через 11 дней. Но это мало. Это 100% мало пока что. Хэллоуинское обновление. Примерная дата. Это 1 октября, как это было и в прошлом году. И сам ивент длился вроде как до 5 ноября. Больше месяца, получается, длился этот ивент. И я думаю, в этом году будет точно так же. Поэтому, ребята, будем с вами ждать уже просто все вот эти классные обновления. Также еще обновления с морской задач мы тоже с вами ждем. Когда все это выйдет, давайте. Вот видите, все, что я вам рассказывала ранее. Все это выходит обновление морское. Вот выйдет, я вам рассказывала про него в начале лета. Разработчики так сильно затянули. Лето закончилось. И тут они решили выпустить это обновление. Но получается, все, что я вам говорила, все это выходит. Так что обновление с доской задач, пожалуйста, выпустите нам разработчики. Так что, ребята, пишите ваше мнение в комментариях насчет нашего какого-то водяного ивента морского. Я все это обязательно прочитаю. Также, если вы не смотрели вот эти интересные видосики, то обязательно посмотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok